Как вы все уже знаете, бои без правил, вольную борьбу и так далее. Но про выдающихся спортсменов, единоборствия, перечислять смысл нету. И так вся Россия и весь мир знают, откуда и кто из Дагестана. Мы поговорим про баскетбол. Школьная баскетбольная лига КС Баскет. Я вас приветствую. Меня зовут Фатима. Я ученица 10 класса Республиканского многопрофильного лицея Интернат для одаренных детей города Махачкалы. Сегодня я вам расскажу и покажу про нашу замечательную команду и наш замечательный лицей. Ну вот я им показала вам наш лицей и познакомила вас со сборной командой. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Ждем вас у нас в гостях. Пока! Мы в Махачкале, мы в Республике Дагестан. В новом регионе участники чемпионата школьной баскетбольной лиги КС Баскет. И мы сегодня рассказываем вам про лицей для одаренных детей. Я буду находиться в Махачкале два с половиной дня. Два с половиной дня мы будем ездить по разным турнирам. Мы будем общаться с учениками этой школы, с игроками. Лицея буду поправлять сам себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Маклана. Здравствуйте, я сразу записываю, потому что у меня формат блога. Лицей появился, ну сейчас, наверное, на сегодняшний день он не уникальный, потому что такие учебные заведения, но в Дагестане пока один, но по другим регионам много. А так он появился как первое инновационное образовательное учреждение в 1986 году. Здесь на тот момент был интернат «Горянок». Здесь обучались только девочки до 1986 года. Но, правда, вот этих всех корпусов не было, был вот только один двухэтажный корпус. И вот на базе этого интерната «Горянок» в 1986 году была создана вот такая инновационная школа с профильным обучением. Правда, первое время уклон делался исключительно на технологическое направление. Это математика, физика, потом позднее информатика. Это урок информатики, седьмой класс же, да? Седьмой класс. Да. Мой вам совет, как человеку, который 30-летний, запоминайте, потому что нам не давали Excel в школе, и мы просто сейчас с ума сходим и не понимаем, как эти все суммы складывать. Вы слышали? Я вам серьезно говорю, я теперь калькуляторный, я не умею Excel вообще пользоваться, потому что у нас информатики в школе как таковой не было. Мы вовремя к нам зашли. Очень-очень круто. Да, но на уроках математики без меловой доски никак, поэтому она тоже обязательно присутствует. Прошлое, будущее на одной стене. Нет, настоящее. 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 Извините, пожалуйста, оно прямо… Да, 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 она вот работает, мы можем что-то написать. Кстати, с первого дня существования лицея у нас здесь еще функционирует интернат. То есть это республиканский лицей, и дети сюда поступают практически со всех муниципалитетов Дагестана на конкурсной основе. Цель-то была какая – дать возможность получить хорошее, качественное образование детям, которые проживают на всей территории Дагестана, в районах, в отдаленных селах. Возможно, дети есть хорошие, одаренные детки, но вот такого хорошего, качественного образования получить не могут. И вот чтобы предоставить такую возможность, и было решено открыть этот интернат. Ну, а постепенно, из года в год, детей становилось все больше, из городских тоже. Ну, а на сегодняшний день у нас соотношение такое, где-то 5%, наверное, от числа обучающихся здесь – это дети проживающие. Так, здравствуйте, Борис Абрамович, зауч в нашей школе. Да, да, да. Здравствуйте. Борис Абрамович, да. С прибором. Да. Вот это неожиданная встреча, незапланированная. Вот, крупный план. А что это за прибор у вас? Это двигатель внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания. Его устройство, я работаю с Нарусланом Арслановичем, хотя он историк, но он любит физику. Потом, пожалуйста, пресс-компенсию с Нарусланом Арслановичем сделайте. Хорошо, спасибо. А если что, я наполню. Спасибо большое. На сегодняшний день у нас 1215 человек обучающихся. 1215? 1215, да. 1215, вот, и из них где-то 71 человек – это дети проживающие. Фотозоны к каждому празднику, к каждому мероприятию они вот так вот красиво оформляют. У нас очень активный родительский комитет. У нас очень тесное взаимодействие с родителями. Возможно, вот это стояло у кого-то дома? Нет, это у нас. Это ваше, да? Это наше, да. А вот ковер, да, у кого-то дома. То есть? Да, зона – это наше тоже, которая вот у нас меняет, да, что-то. То есть, это, да, я почему это подняла? Так, угощайтесь, пожалуйста. Это будет а то несправедливо. Так, а это, подождите, то есть это съедобно? Это сухафа, конечно. Это съедобно? Все абсолютно. То есть, вот на этой фотозоне все съедобно? Все съедобно. И грецкие орехи даже съедобно? И гранаты. И вот она, та самая хурма. Сейчас отсюда парушечек наверх поднимем, попробуем. Мандарины, да. Но я девочкам сказала, они сейчас хурму принесут. Орехи пробуйте. Пробуйте. Это вот такая, как осенняя ярмарка. Просто я первый раз, учитывая, что я много видел фотозон, я первый раз вижу фотозону, которая... Съедобная. Съедобная. То есть, это выращено... Это все наше, дагестанское, местное, конечно. Держите. Держите. Появление Казбаскет, оно... Дети как его встретили? Да, они встретились с восторгом. Вообще, хочу сказать, вот о направлении там, изначально, вот как от лицея вот начало как поработать, ведь внимание уделялось не только интеллектуальным направлениям, предметным направлениям, и в том числе и спорту тоже у нас. Поэтому очень хорошо дети себя проявляют и в спорте, и в баскетболе. В частности, вот благодаря замечательному тренеру, нашему преподавателю физкультуры Кериму Камильевичу. У нас прекрасная команда баскетбольная, которые не привыкли проигрывать. Поэтому, нет, с восторгом, конечно, вас приняли. Здесь как раз очень много вот этих кубок. Это все за спортивные достижения. Вот если вы посмотрите внимательно, вот видите, это все вот отдельно по спортивным достижениям. Капитан нашей баскетбольной команды лицейской. Стоит юноша, красивый, высокий, он хорошо учится. Он хорошо учится, но чуть-чуть стараться не помешало бы, конечно. Он, видимо, баскетболу больше внимания уделяет. То есть он на площадке старается, да? Да, видимо, да. А здесь по биологии он же будет егод сдавать, поэтому надо будет чуть больше стараться. А так мальчики все умные, и девочки тоже. Лицей будет участвовать в чемпионате кастбаскет. Нужно, чтобы все были здоровы и победили. Все у нас будут здоровы, умные мы, все будет хорошо. Супер, спасибо вам большое, спасибо, удачи. А вот я вижу среди семиклассников одного очень высокого. Ты играешь в баскетбол? Да. А какой у тебя рост? Метр семьдесят шесть. Семьдесят шесть. Метр семьдесят шесть? Седьмой класс. Обязательно играй в баскетбол дальше. Говорят, что эти бренды ушли из России. Никто никуда из России не ушел, все здесь, вот пожалуйста. Так, это что? Это королек. Королек? Королек. Королек, хурма. Да, но нет, хурма это немножко другое. Да. А это королек, он бывает более жесткий, но очень сладкий. Сейчас вот принесут тарелки. Это где-то здесь прям... Он вообще у нас здесь растет, в Азербайджане растет. Говорят, что это не хурма, хурму я ел. Мне пришлось отсюда уехать вчера срочно там по этим. Я оставила, здесь у меня эти были заучи по аккредитационному мониторинг делали. И это все, что от них осталось. От этого, блядь. Это совсем другой вкус. Да, совершенно другой вкус. Очень вкусный. Когда ребята решили записать видео, вы знали об этом, что это будет видео записаться? Ну, я знала, у меня Керим Камильевич вот рассказал, что вот нужно будет отснять ролик, и мы его отправим. Я говорю, давайте, вперед. Талантливые все, без исключения, но есть одна небольшая проблема, которая, этот талант их может немного как-то затмить, это лень и отсутствие дисциплины. С этим работаем. Еще несколько интересных фактов у лицея. Обратили мы на это внимание, не успели всем показать. Смотрите. Я такого никогда не видел. Это называется островок безопасности. Вот так открывается дверь по этой траектории. Вот так. И детям запрещено ходить внутри этого островка безопасности. По одной простой причине, чтобы они не бежали и их не сшибли дверью. По-моему, это гениально. Вот мне бы такое, учитывая, что меня в восьмом классе дверью выбили в школе зуб. Ну, у нас баскетбол, как сказать, в последнее время очень сильно начал набирать наобороты в плане детского возраста. Я могу уверенно сказать, что баскетбол очень хорошо начал идти вверх, потому что увеличилось количество соревнований. А есть ли у вас компании, которые прямо топят за баскетбол, ему помогают? И вот есть возможность минутки рекламы? Да, это, конечно же, сейчас по ту сторону экрана наши любители баскетбола сразу же все одновременно скажут, что это компания ДНЭП. Потому что эта компания, у меня эмоции просто, когда я вспоминаю те турниры, которые мы, ДНЭП нам помогал, организовывал, проводил, которые полностью всю организацию брали на себя. Начиная с прошлого года, мы провели чемпионат, открытый чемпионат Республики Дагестан по баскетболу 3 на 3. И знаешь, где провели? На площади, центральной площади Махачкалы, Республики Дагестан. Просто мы взяли, приобрели покрытие, то есть компания ДНЭП приобрела покрытие, установили профессиональное кольцо, и мы играли там в баскетбол. Это были три дня веселья. Я просто каждым днем, я говорил себе, ну не заканчивается этот день, останется еще чуть-чуть. Потому что эмоции были, переполняли меня вот прям выше крыши. Я благодарен этому человеку тоже, за то, что он оказал эту помощь. И он попросил не называть себя, и я надеюсь, что этот ролик он увидит. Я ему обязательно это отправлю. Спасибо вам большое за ту помощь, которую вы оказали. Пусть сегодня вас даст вам в десятикратном размере, эмоции просто переполняют меня, когда я вспоминаю про этого человека. И второй турнир мы в этом году провели в августе месяце. Это было просто намного красичнее, намного зрелищнее. И по охвату зрителей было еще больше людей, так как это место мы рассматривали только я рассматриваю. То есть мне помог рассмотреть это место. Прият вагабов, паум аликум, человек, который должен мне два стейка. Вот этот человек, который сказал мне такую фразу, я хочу шоу. Мы это шоу сделали, мы это показали, это шоу. Мы приехали в Избербаш, и прямо сейчас мы отправляемся на муниципальный этап нашего чемпионата. Здесь посмотрим, как это выглядит. Ух ты! И это только муниципальный этап. Что-то мне напоминает это... Привет! Что-то мне это напоминает проект «Где-то в России», когда мы ездили по таким мероприятиям и проводили их вместе. Та самая ностальгия. Здесь очень любят елку. Где вы сегодня участвуете? Сорвания по баскетболу. Какие? Муниципальные. Городские. Городские. Какой? Кэсбаскет. Успели с баннера подглядеть. Для нас, пермяков, для людей, которые живут и выросли в Перми, надпись «Лу Койл» на форме добавляет примерно 30 к скилам. Посмотрим, добавит ли это девчонкам. Я вас застаю. Первое место. Первое место. Первое место. Первое место. Первое место, по-моему, отменяется. Отменяется первое место? Вы же планировали. Кто сегодня победит? Мы. А вы – это какая школа? Вторая. Супер. А почему вы самые сильные? Потому что играть умеем. Не убавить, не прибавить. Да. А ты вообще за какую школу играешь? Вот за вторую, за Сёрныш. А, это как раз те, которые считают, что они 100% выиграют. Ты как считаешь? Ну, второе место. Не верит в своих пацанов в финале. Второе место все-таки думает. Баскетбол у нас популярен в избирьбарше. Занимаются дети, начиная с 10 лет и где-то 50-60 лет играют. Это человек, который, когда мне говорят, что будет проходить чемпионат в избирьбарше, я спокойно говорю, все, мы спокойно туда поедем. Потому что этот человек, он все делает, как положено, строго, по регламенту, все как нужно. Сейчас мы надеемся, что вот эта баскетбольная школьная лига, Кесбаскет, что вы теперь нам дадите еще больше мощный импульс, и мы еще больше будем проводить мероприятия. Мы только будем рады тому, что популяризируем этот вид спорта. Я думаю, что вот после вот этого муниципального этапа соревнований по баскетболу у нас пойдет в городе бум. Дети будут бежать сюда и проситься, можно записаться, можно записаться на секцию баскетбола. А ты когда станешь постарше, ты будешь играть в баскетбол? Нет, футбол. Футбол будешь играть и танцевать. Нет, футбол. Не будет танцевать, сказал, все. Ну и в смысле ты меня бросаешь? Все, хватит. А как я без тебя? Мы стали свидетелями разрушенной судьбы. Все, все, ты меня ты. Разрушили мое сердечко. Я тебя никогда не бросила. А зато мои девочки меня никогда не бросят, вот так. Как часто вы выступаете на мероприятиях? Ну, достаточно часто, но в последнее время вообще прям часто. Раньше, если мы только в школах выступали, то сейчас и на короткие нас стали звать. То есть вы уже по существу профессиональные артисты? Да, стараемся быть. Вы этим гордитесь? Да. Кем хочешь стать, когда станешь взрослой? Врачом. Врачом? Вау, это очень круто. Мы добрались до школы. Мы сейчас будем тренироваться. Мы будем общаться с ребятами, которые участвуют в нашем чемпионате. И мы поучаствуем в настоящей тренировке лицея-интерната для одаренных детей города. Махачкала, я подглядываю вот здесь на план эвакуации, чтобы все правильно назвать. Сейчас попаду, смотрите. Три главных качества твоего тренировка. Доверие. Скорее всего, чуткость. И ум. Мудрость. Ну, умение объяснять ошибки. Правильно объяснять новые движения. Помогает их лучше изучить. И, ну, умение вовремя накричать, наверное. Кричит сильно. Как нужно. Как нужно? Да. Сколько подтягиваешь? Ну, раз 15, думаю. 15? Серьезно? Как вы ранее помните по ролику, наша школа сняла этот ролик, как мы на тренировках занимались тоже. К нам приехал креативный директор школьной баскетбольной лиги КС Баскет Иван Фоминых. Поприветствуем все его. Здрасте. 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 А есть те, кто параллельно играет в баскетбол или в футбол, параллельно занимаются единоборством? Есть, конечно. У меня есть мальчик в младшей группе. Он является бронзовым призом чемпионата Дагестана по карате. И также совмещает в баскетбол. Здесь всегда так, да? В кольцо не попадаешь, отжимаешься? Почти всегда. Вы просто расслабились уже, все. Так, все. Вы играете на ящик бананов? Да, традиция. Серьезно? Да. Где дети берут ящик бананов? На рынке. То есть они сейчас та команда, которая проиграет? Конечно. Один игрок мне первого числа должен пристать ящик бананов. То есть он тоже проиграл срок. Давай, я первый. Вот, выноси его. Забивай. Есть. Я проиграл. Ну что? Ставим галочку на карте России. Я и в Дагестане проиграл тоже. Где только не проигрывал. Спортзал построили после того, как построили школу. И так получилось, что у одной, у одного здания своя стена, и у другого здания своя стена. Толщина стены. Один метр пятнадцать сантиметров толщина стены. Это просто две стены, стоящие рядом, превратившиеся в одну стену в метр пятнадцать. Где правильный, где правильный ответ? Почему один, подожди. Мы сами не знаем. Почему один кабан, другой кабан? Мы сами не знаем. Теперь раскрывайте секрет. Почему один кабан, а другой кабан? Это наш, это наш. Наши имена. Да, и мы рождены кабанами. Вот и завершилась моя поездка в лице для одаренных детей города Махачкала. И в конце, как обычно, мы делаем какой-то вывод. Вывод очень простой. Все делают люди. И все зависит от людей. В Дагестане появились люди, которые любят баскетбол и хотят его развивать. Пожалуйста, Казбаскет здесь, и мы готовы вам помогать. В Махачкале есть люди, которые хотят дать больше одаренным детям, хотят еще больше их развивать и строить им потрясающее будущее. Пожалуйста, целый лицей готовы специально для этого. Все делают люди. Спасибо всем большое за внимание. Это лишь первый ролик знакомства со школами, которые приняли участие в нашем конкурсе. Мы будем передвигаться дальше, и мы будем дальше рассказывать вам о потрясающих людях. Кстати, ребята, которые играют в команде лицея, очень-очень воспитанные. И это очень важно. Всем большое спасибо. До встречи. Грязь, Ваши! Спасибо. Спасибо. Спасибо.